Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. И обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Завтра на этом канале выйдет русская озвучка новой главы. Ну а сейчас давайте вернемся к манге. Флэш, Гару и Платинос продолжают битву. Флэш явно не успевает за двумя монстрами и в итоге он им проигрывает. Далее Гару своей техникой убийцы богов буквально проходит сквозь Платиноса и уничтожает его. А дальше нас ждет самое неожиданное. И самое крутое, что могло случиться. Нам показывают, как бог монстров в наглую пытается обмануть Тацумаки, представ пред ней в облике Бласта. Но не тут-то было. Бог монстров внезапно исчезает, а затем появляется Бласт. Сложно не заметить, что Бласт выглядит потрепанный, что скорее всего говорит о том, что он только что с кем-то сражался. Не сложно додумать, что это бог монстров, который свалил из нашего измерения, почувствовал приближение Бласта. Но тот, судя по всему, сумел остановить злодея и пришел на помощь Тэтсу. Кинги остальные были в шоке, увидев Бласта, как и Сайтама. Хотя они Сайтама недавно виделись. Бласт доверяет Тацумаки Кингу, так как он сильнейший человек на земле. И открыв свой портал, собирается уходить. А в том самом портале мы видим силуэты других героев. А точнее, я более чем уверен, что они защитники вселенной Ван Панчмам. И Бласт как раз таки и состоит в этой команде. Те, кто не дает богу монстров, захватит этот мир. А далее Бласт исчезает. Хочу поделиться с вами по поводу появления Бласт и самого бога монстров. А также тех самых защитников вселенной Ван Панчман. Давайте назовем их так. Думаю, это звучит круто. Итак, вернемся к манге. Почему бог монстров пришел к Тацумаке? Дело в том, что он хотел дать ей такую же силу, как давал бомжу-императору, Псайкос или Орочи. Остается лишь гадать, насколько сильно бы стала Тацумаки, если бы овладела такой силой. Но к счастью, Бласт вовремя появился и сумел спасти ее от этой участи. То, как бог монстров появился в облике Бласта и пытался заманить Тацумаки, выглядит очень пугающе и странно. Насчет защитников вселенной Ван Панчман, думаю, вы тоже заметили, что те самые герои. Но я не уверен на все 100%, что это люди. То есть, это могут быть герои из других планет в нашей вселенной. И им также угрожает бог монстров, который хочет захватить не только Землю, но и всю вселенную. Именно поэтому сильнейшие герои вселенной собрались, чтобы противостоять этой угрозе. И в дальнейшем, надеюсь, нам расскажут про них подробнее. Глава просто огонь. И она мне безумно понравилась. Я разделю обзор на несколько частей, потому что там есть о чем рассказать. А также напоминаю, что завтра выйдет русская озвучка этой манги. Так что обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok